Мне думается, что люди любые, любого ранга и уровня, они должны отвечать за свои слова, которые сказаны публично, и за то, что они пишут для того, чтобы это прочли другие. И не может здесь быть неприкосновенных. Внимание! Говорит и показывает Москва. Привет, ребят! Сегодня хочу с вами поговорить о, как бы это сказать, о теории заговора. Есть такое странное слово, конспирология. Ты его, когда произносишь, все-таки, а это конспирология, это не серьезно. А по сути, вопросы серьезные разбираются этими конспирологами, ну, начать хотя бы с той же самой пандемии. С одной стороны, есть официальная версия о том, что китайцы в городе Ухань чем-то там занимались с летучими мышами. И вот так они этим весело и задорно занимались, что теперь на всей планете бушует пандемия. С одной стороны, так вроде китайцы всю жизнь этим занимались и жрут они там всякую тварь, которую можно и не можно жрать. И не было никакой пандемии. А с другой стороны, уважаемые люди, ученые, вирусологи говорят, да нет, это американцы. Да и сами китайцы об этом говорят, это не мы. Это американцы специально через нас, вот, дескать, завели нам эту заразу. И даже какие-то документы приводят. Причем тут же, что на ютубе, что в социальных сетях появляются люди, которые яростно принимают то одну, то другую точку зрения. Это правда китайцы, вот тебе взвешенная позиция. Или это правда американцы, вот тебе ссылка на источник. Ладно, где китайцы и где мы, хотя пандемия-то вроде есть. Хотя опять вопрос. Ровно до Нового года нам говорили, что если и есть пандемия, то где-то далеко в Китае нас она не коснется. И об этом говорили вроде бы такие серьезные тяжеловесы телевидения. И Ольга Скобеева об этом говорила. Та самая Ольга Скобеева, которая сейчас говорит, мы, дескать, пугаем россиян, чтобы они дома сидели и жизнь им спасти. Перед Новым годом хохотала и говорила, да что это такое, ну, пандемия, пандемия, это не про нас. С другой стороны, так с той же стороны, где пандемии нет, и доктор Рошаль всеми уважаемо выступал. Говорил, чего вы нагнетаете, нет никакой пандемии. Я внимательно слежу, что происходит по WhatsApp, письмо о том, что в Москве оказывается много тысяч зараженных, что бегите в магазины. Надо наказывать людей за организацию паники. Нет этого ничего. Нет. Спокойно надо жить и спокойно работать. То, что сейчас происходит с пандемией этого коронавируса, она фактически ненамного страшнее, чем грипп, от которого умирают еще больше людей в мире и смертности больше. Ко мне на канал приходил уважаемый доктор Зайцев, который говорил, Семен, коронавирус это фейк, а доктора Зайцева я знаю, он разбирается в вопросе, вот оказывается, что не фейк. И люди погибают. Или не погибают. Как с этим быть? Вроде с одной стороны показывают, много человек умерло, с другой стороны говорят, ты знаешь, а ты посмотри смертность по годам, вот сколько человек в этом году умерло, сколько в прошлом. И тут я понимаю, я же ничего не понимаю в цифрах смертности. А вдруг так и есть? Ладно, пока я в смертность не углубился, двусмысленно получила следующая история. Вот сейчас в Москве и Московской области ввели замечательные видеокамеры. Эти камеры призваны наблюдать и фиксировать граждан, которые ходят и распространяют коронавирус. Ну, чтобы проверить и отконтролировать людей, чтобы их спасти, нам в Москве поставили 200 тысяч камер. И теперь я, когда еду в магазин, мне надо зайти на сайт, заполнить анкету, перейти и указать, в какую точку я поеду. Вроде бы классная история. Спасибо тебе, Сергей Семенович. Ведь Собянин Жида еще предложил эту историю продлить по всей России. Правда, губернаторы упираются и в некоторых областях говорят, нет, нам этого не надо. Вот ведь вопрос. С одной стороны, забота о людях, с другой стороны, ты думаешь, 200 тысяч камер, которые никак это не отконтролируют, а штрафы мне придут. Или взять, например, дистанционное обучение. Дети сидят по домам, выходить из дома нельзя. Поставили перед ребенком компьютер. Вот он в этом компьютере что-то заполняет, кнопки тычет. Классно. В школу можно не ходить. С другой стороны, у меня вопрос. А уровень знаний при этом не страдает? А ребенок также хорошо знания получает, сидя перед монитором, один дома, когда он может всем воспользоваться. И как он будет сдавать экзамены. Но это такие вопросы праздного обывателя. И тут я вижу, что Валентина Матвиенко, про которую я уже снимал выпуск, говорит, нет, мы давно об этом думали. И мы хотим сделать, мы уже такой закон разрабатываем, сделать закон о том, чтобы дистанционное образование было приравнено к основному ОКО. Как? Как быть, ребят, с этими вопросами? Каждый раз, когда мы начинаем рассматривать вопрос с двух разных точек зрения, у нас получается с одной стороны бесконечная человеческая глупость, а с другой заговор. Как вы считаете, что, вот что происходит с нами? Ну да ладно, еще ближе возьмем. Сбербанк, родной Сбербанк, который когда-то был чуть ли не единственным банком в нашей стране. Вот выступает виднейший руководитель Сбербанка, главный человек, Герман Греф. И вот такую вещь он в 2012 году говорит на экономическом форуме. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением. Потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации. Все имеют возможность судить напрямую, непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову, средства массовой информации, которые как бы независимы. А на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. Я слушаю и думаю, это он оговорился, пошутил или он правду так думает? Ведь если есть такие слова, значит есть некий, ну не заговор, есть другая точка зрения, нами невидимая. Он же говорит, смотрите, если люди об этом узнают, как мы будем им манипулировать. Не, ну вами-то никто не манипулирует, и мной никто не манипулирует. Мы же с вами всегда точно знаем, что мы точно что-то знаем. Вот как в том примере, когда я говорил, мы точно знаем, что эпидемия есть. Нет, мы точно знаем, что эпидемии нет. Нет, мы точно знаем, что власть что-то хочет. Нет, мы точно знаем, что власть что-то не хочет. Да, тут есть один момент. Вот все, о чем я с вами говорил, и про видеокамеры, и про дистанционное обучение, и про слова Грефа, это та история, у которой, смотрите, покрутите эту тему, как ни крути, нет положительного эффекта. Вот, то есть, чтобы нам об этом подумать хорошо, надо очень сильно напрячься, и как-то вот так вот сидишь думаешь, ну это же для меня, оно, правда, как-то не бьется для меня, но как-то все сложно. Да, нет, нету в этой истории, вот, как по мне, второй положительной стороны нет, но я не верю, что 200 тысяч камер, которые стоят в Москве, сделаны для того, чтобы я не заболел, я не понимаю, как это работает. Нами действительно можно манипулировать, и делать это довольно просто. Если мы сейчас снимем 3000 роликов о том, что власть хорошая, рано или поздно нам начнут говорить, что власть хорошая. Или нет. С одной стороны, по телевизору говорят, что вот вам, мы заботимся о каждом из вас, и вот мы вам выдаем пособие по безработице. Я звоню подписчику из региона, он говорит, да, конечно, выдают пособие по безработице. Полторы тысячи рублей. И об этом никто нигде не говорит. Смотрите, как интересно получается. На манипуляцию с одной стороны всегда идет контрманипуляция с другой. Мы разучились с вами видеть серое. У нас всегда с вами либо белый, либо черный. Вы даже в комментах пишите, определись на чьей ты стороне. А если я на своей стороне, предположим, смотрю на разные вещи, понимаю, что я не могу проверить информацию досконально. И пытаюсь из этого всего выстроить свое мнение. И для выстраивания своего мнения, в том числе, смотрю фильмы Никиты Михалкова. Это целая история, ребят, с фильмами Михалковой. Однажды я проснулся утром, буквально вот пару дней назад, и понял, что мне разные, разные люди, разные подписчики. Спасибо, кстати, тем, кто присылает мне обратную связь, тем, кто присылает мне разные видео и ссылки. И вот разные, абсолютно разные люди прислали мне ссылку на фильм Никиты Михалкова. И сказали, ты знаешь, что запретили? Показывал фильм Никиты Михалкова. Я решил фильм посмотреть. И вы знаете, вот ровно все, о чем я вам сказал перед этим, есть в фильме Михалкова. Есть история о странности пандемии, о том, что она то ли есть, то ли нет. Есть история о том, что Билл Гейтс действительно создал, запатентовал технологию, в которую людям будут встраиваться чипы. Действительно приведены номера этих документов, ссылки с иностранных сайтов. Сказано о том, что Валентина Ивановна Матвиенко предлагает дистанционное обучение сделать основным. Там много чего у Михалкова, снято на 45 минут. В итоге, я когда этот фильм досмотрел, ну мне тревожно стало. Я, кстати, я вам скажу так, я этот фильм посмотрел несколько раз. Я сверялся с источниками. Я переходил по ссылкам. Я вспоминал, что я видел, что я не видел. А я видел вот это вот обращение Грефа. Я видел ссылки на слова Валентины Матвиенко. Я все, весь этот массив есть, но он шел как-то разрозненно. У меня даже ролики есть на канале об этой теме. И вот когда я увидел это все в подаче Никиты Михалкова и узнал о том, что фильм запрещен. А фильм правда запрещен его. Посмотрите, там Никита Михалков об этом говоришь. И я узнал о том, что Михалков это еще и за свои деньги делает. Малышева получает деньги с Первого канала и покупает на это домики в Америке. Соловьев, трижды нами тут обсужденный, получает деньги со Второго канала и покупает вилы на озере Кома. А Никита Михалков, при всем моем к нему, кстати, непозитивном отношении, фильмы для канала Россия снимает за свой счет. И вот эти снятые Михалкова фильмы за свой счет канал снимает с эфира. Знаете, я бы что вас попросил сделать? Я бы тех, кто посмотрел этот фильм, напишите мне в комментарии, что вы думаете по поводу всего, что говорит Михалков. Может он смешной старый клоун, который вот что-то путает в жизни. Это нормальная вполне себе позиция. Или он высказал какую-то тему близкую вам. Как вы ко всему этому относитесь, учитывая то, что нам постоянно говорят разные вещи. В общем, вот в чем история-то, ребят. С одной стороны, если Михалков глупость сказал, то почему фильм запретили? Я не могу сказать, что у нас федеральные каналы не показывают глупости. Те, кто смотрел многие выпуски Соловьева или той же Малышевой, понимают, что там могут показать все, что угодно. А тут взяли и запретили. Или у нас среди элиты появилась неприкасаемая элита. Потому что я сомневаюсь, что там правда Билл Гейтс что-то заплатил, чтобы не показали на канале Россия 1. Я все-таки думаю, что тут больше связано с Сергеем Семеновичем. Ну и немножко с Грефом. А что вы думаете по этому поводу, по поводу фильма Никиты Михалкова? Вообще, как вы к нему относитесь? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Подпишитесь на канал, потому что здесь доступны любые мнения. И да, сразу после этого выпуска мы с вами поговорим о Марии Захаровой. Уж больно интересную точку зрения. На мой вкус, она высказала. Это канал на самом деле. Я Данилов Семен. Увидимся уже скоро. Вот когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Очень много.